это были кусочки ролик смонтированные на ipad pro в 4k полная версия в конце на связи droider с вами валерий истишев и в этом видео я попробую выяснить подтянет ли это железка практически профессиональный монтаж 4k 60 fps кроме того весь этот ролик также записан в 4k так что можете у себя в настройках поменять и получать удовольствие заявляю сразу друзья это никакая не реклама а скорее эксперимент я хотел им выяснить три вещи первое хватит ли мощи ухваленой новые прошки чтобы ворочать и резать 4k второе если хороший удобный и практически профессиональные приложения для монтажа и цвета кора в appstore и третье выяснить как снимает iphone 4k 60 кадров в секунду и что там с расширенным динамическим диапазоном что касается задействованных гаджетов в этом эксперименте по большей части я снимал на 10r а 10s использовал как телефон камера основная там одинаковая также немного полетал на первом мобики а ipad про у меня тренажка последние или 12 9 как хотите на терабайт но без 4g просто вайфай версия вот такую задачу я себе поставил долго собирался и не слабо так заморочился надеюсь не зря и вам понравится ну и кроме того в обзоре ipad pro вы сами писали что это стоит попробовать в целом о новых планшетах apple уже многие сняли видео о переходе с ноутбука мы с баряном переехали еще с прошлого поколения прошек он был первым потом я но такие перемены подойдут далеко не каждому уже все не раз повторили какой мощный новый ipad pro мощнее многих компов или такой же сильный как xbox one только вот вопрос что делать с этой всей мощи в игры играть таких навороченных пока нет документы обработка фоток работа со звуком тут и предыдущие ipad и нормально справлялись и тут каждый мыслит в меру своей проф деятельности в данном случае видеоблогинг но для начала давайте выберем приложение для монтажа погнали быстро пробегусь потому что я уже успел посмотреть недавно вышедший adobe rush слишком урезан больше подойдет для роликов соц сети или просто черновики нарезать бесплатные пакеты от gopro quick и splice забавные но не более а и муви слишком упрощенные опять же я искал что-то близкое по уровню к final cut у или премьеру но для ipad и в итоге я все-таки нашел в том числе благодаря тем кто писал об этом в комментариях luma fusion давайте смотреть что это за чудо такое да сама программка стоит 20 баксов или 1500 рублей стоит она того или нет скажите в конце оставил в описании линк на приложу чтобы не мучились с поиском показывать процесс буду на примере ролика который я сделал специально для этого видео называется он from moscow to vegas но вы уже поняли там будет и то и другое точнее наверное не из москвы из подмосковья больше но тем не менее интерфейс а также идеология luma fusion ближе всего к final cut монтаж на одной дорожке и к ней все линкуется а сверху уже эффекты и перекрывашки да и сам интерфейс очень похож для удобства есть несколько видов размещения элементов или layout of всего можно юзать три дорожки для звука и 3 для видео кроме того если использовать ipad с клавиатурой работают горячие кнопки огромный список как в полноценной монтажной проги основные при нарезке это control b blade лезвие control x это удаление ролика я еще с компа привык к английским интерфейсом так что ссоре можно врубить русский для желающих вот так выглядит сама нарезка обратите внимание на превью какого она качества можно кстати менять настройках и как быстро все отображается это полноценные 4k файлы если честно я не ожидал что все будет так шустренько даже если мы будем менять скорость отдельного кусочка или набрасывать цвет коррекцию сверху на ней чуть позже остановимся подробнее все равно если даже и подтормаживает то изредка вот например видео с дрона с небольшой цветокоррекции с ускорением 6 раз все же подлагивает но я думаю это не любой ноутбук еще бы вытянул в этот момент обычно мой macbook вырубает вентиляторы начинает греться кто монтировал тот знает что же касается планшета во первых он абсолютно не шумит потому что там нет вентиляторов кроме того он особо не греется вот достаточно давно я уже сижу в монтажной программе и температура нормальная если вам недостаточно размера экрана планшета можно воспользоваться thunderbolt монитором если есть такой под рукой таким вот образом врубаем и происходит чудо вот но на таком широком экране конечно это смотрится очень странно вот эти вот поля они практически не задействованы мы можем перевернуть так поля будут еще больше но самое главное что тут стоит проверить это задержка можно ремонтировать в режиме онлайн вот таким вот образом мониторе и задержка тут минимальная смотрите абсолютно также двигается ползунок как и на планшете так и на мониторе очень круто идем дальше откуда брать исходники и где их держать во первых можно все держать в облачных хранилищах все основные поддерживаются можно брать из галереи в том числе есть доступ к apple музыки но если потом выкладывать все это дело на youtube лучше с этим играть не стоит сам процесс нарезки выглядит примерно так без мышки трекпада конечно непривычно но иногда можно использовать pencil хотя я большую часть делал просто пальцем получается дольше чем на ноуте но думают просто дел привычки по звуку есть небольшой набор необходимых фильтров доступ двойным тапом по звуковой дорожке есть работа с ключевыми кадрами то есть например добавляете кадр и меняете громкость чтобы было плавное уменьшение или увеличение то есть как бы менялась зависимости от длительности ролика ну опять же кто знаком с монтажом понимает о чем я говорю если же кликнуть по кусочку видео тут первая закладка с кадрированием динамически можно менять масштаб добавлять движение используя ключевые кадры как в полноценном видеоредакторе вторая закладка работа со скоростью это ползунок который ускоряет или замедляет ролик при том если видео снято например 60 кадров в секунду тут есть специальная отметка которая замедлит без потери качества ну то есть она вам показывает что до этого уровня вы можете замедлить ролик но не ниже также можно делать реверс для отдельных клипов как например вот с этим снегом но на это нужно время в зависимости от размеров исходника дальше идет вкладка цветокоррекции эффектами скажу честно я не ожидал такого функционала увидеть в мобильном приложении тут даже есть раздел с небольшим количеством лутов дополнительные можно импортировать опять же из блоков как вариант можно купить дополнительный пакет подписки с различными ништяками музыкой и роликами звуковыми эффектами тут большая очень библиотека но стоит она недешево 800 рублей в месяц я пока если честно обхожусь без нее и заливаю все свое или беру из интернета где-то свободных источниках в общем чем дольше я сижу с этим редактором тем больше я не перестаю радоваться тому как быстро накладываются те же спецэффекты на 4k footage и сразу же превью работает вообще без тормозов и вообще как я раньше жил кроме накидывания презентов и лутов можно все править вручную особенно если вы работаете с логом то там можно будет все покрутить очень удобно здесь естественно все-таки динамического диапазона не хватает чтобы избавиться вот например от прогоревших светлых участков но тем не менее немножко как-то кладовать получается само собой как и в любом даже простом видеоредакторе тут есть транзишны или переходы с ними не стоит никогда перебарщивать тут я добавил буквально четыре или пять штук тут засветку а в кадрах дрона добавил размытие при переходе и ступенчатое изменение скорости в два раза в четыре раза и в шесть раз кстати несколько удобных лайфхаков тройным тапом по клипу можно отделить звуковую дорожку чтобы редактировать отдельно что же касается эффектов и цветокоррекции их можно скопировать с одного кусочка комбинации option и и вставить в другой кусочек тем же сочетанием выбрав что конкретно выходить вставить переходим к рендеру посмотрим как быстро ipad нам выдаст результат я в первый раз на самом деле рендерю в luma fusion и это вообще мой первый опыт и я сам не знаю сколько будет вот длительность ролика минута 56 ну по сути где-то две минуты просто сохраним в папочку так и какие параметры знать 4k 30 fps у нас будет видео quality стандартная ну допустим до 50 мегабитушку интернет папа папа папам нормал видео в общем эти две минуты должны получиться примерно на 764 мегабайта так 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 процесс пошел а пока небольшой вывод в целом я не ожидал такого уровня приложения для монтажа для айпэда то есть это мобильное приложение которое по сути профессиональное приложение также как и affinity фото если сравнивать я только сейчас для себя открыл лума фьюжн как выяснилось на других площадках блогеры уже вовсю пилят на нем свой основной контент по остальным пунктам эксперимента скорость работы меня более чем устроила что касается качество картинки с айфона это уже решать вам посмотрите ролик и напишите понравился или нет также раньше я говорил что ipad может заменить для меня ноут во всем кроме монтажа похоже и эту галочку тоже можно теперь поставить ну что ж две минуты 18 секунд неплохой результат а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так что до встречи в будущем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон